Роблэки надо сделать, но роблэки делают все тривиально, потому что мы просто откатываем все изменения всех таблиц по определенной сетям. У нас там есть ключ и все. Еще вопросы? Все? К Рамостоку вопросов больше нет? Ладно, спасибо большое. Поаплодируем. Так, дальше команда SocialRate. На самом деле это кто пользуется мобильным приложением Waves? Кто видел новое мобильное приложение Waves? Вот все, кто не видел, вот вам скачать прям домашнее задание сегодня, знаете? Прям домашнее задание. Вот эти два человека вот не спали ночами, делали новое мобильное приложение Waves. Поэтому вот охлопаем их. На самом деле идем, когда эти двое, нас сам рекомандовал. В первую очередь вот эти двое. Поэтому, а что это? Ладно, вам микрофон, кликер вам не нужен, я так понимаю? Нет, нет. Ладно, там. Нет, нет. Ладно, не там. Нужна помощь? Так, ну. Стой. Подожди, не сейчас. Команде, раз в команде. Ладно. Сейчас? Да, можешь сейчас. Хорошо. Так, всем привет. Мы команда социального рейтинга. Приложение, которое мы придумали сделать. И оно, мне кажется, не настолько сложное, как вот у ребят. Там, не знаю, всякие схемы и еще чего-то. На самом деле мы пришли на хакатон, как разработчики, как люди, которые хотят сделать какие-то новые, современные штуки. И, соответственно, мы решили сделать одну из таких новых, современных штук, которую заметили в сериале «Черное зеркало». Если вы смотрели, то там в одном из эпизодов... В одном из эпизодов люди жили вместе со своими девайсами, и они могли посылать рейтинг людям различных... То есть, если, например, человек там как-то вас оскорбил, вы ему можете послать плохой рейтинг. А если он вам сделал какой-нибудь вкусный кофе, то вы ему хороший рейтинг. Ну и вот. И мы подумали, что почему бы не попробовать и не сделать такое приложение. И вначале мы думали, как нам зацепиться, как нам зацепиться к конкретному человеку или к какой-то компании. Вначале у нас были идеи о том, чтобы завязаться на какую-нибудь строку, или там на какую-нибудь строку... Ну типа как на ссылку в Инстаграме или еще что-то. А потом мы подумали и поискали различные библиотеки и нашли от Microsoft, да, по-моему, библиотека, да? Вот. И она, в принципе, неплохо работает, но с ней придется поработать. То есть в рамках какого-то хакатона мы вряд ли бы смогли там что-то сделать, но поняли, что в принципе технология возможна. Что вы хотели сделать, если вы хотите? А, хорошо. Хорошо. Мы хотели сделать следующее. Взять лицо человека. Ну то есть, например, я беру твое лицо, ну то есть я застаю телефон, фоткаю его и отправляю тебе определенный токен. То есть, соответственно, задаются несколько токенов, там, оценивающие людей. То есть, там, добрый человек, или там, я не знаю, щедрый, или еще что-то. И я такой накидываю тебе токен. На твой... Нет, на лицо. Типа, смотри. Спасибо, спасибо. Ладно, окей. А я басный человек, поэтому давай вот так вот головой. Соответственно, из человеческого лица можно сделать некий хэш, от которого, из которого можно... Я туда буду говорить, я твое лицо захэширую, понял? Нет, слушай, это так и есть, смотри. Типа, мы берем некий хэш от лица, и из него делаем кошелек. И тут же забываем от него сим, но запоминаем его адрес. Ну и сохраняем у себя. Можем сохранить в блокчейн, можем сохранить где-то в другое место. Вот. И потом другие люди, они точно так же могут сканить твое лицо и почитать о тебе мнение других людей. И ты сам тоже можешь это сделать. Типа, просто сам себя отсканил, посмотрел. То есть система рейтиков на основе лица? То есть просто по лицу распознают и говорят тебе, ты молодец или ты не очень? Ну, типа, да. Вот. Это то, что вы хотели сделать? Это то, что мы хотели сделать. А что получилось? Что получилось? Значит, мы сделали приложение, в котором можно оценить команды, которые есть в этом хакатуре. У нас есть небольшая раздаточка, в ней есть два QR-кода. Первый QR-код – это в нем зашита ссылка на приложение, которое хранится в битхабе, да? Да, приложение только под Андрей. Вот. А второе – это сид, на который мы закинули изначально два токена, типа лайки и злайки, и немножко вейс для того, чтобы можно было переводить друг к другу. В принципе, я не знаю, мы просто хотели продемонстрировать, что технология, возможно, сейчас, вот, социального рейтинга, в том виде, опасный он, не опасный, ну, типа, что сейчас уже можно сделать... Вопрос один, когда ждать уже с лицом? У-у-у. В твоей стороны. В общем, нужно немножко посидеть, ковырять библиотеки, но вообще, смотри, технология же уже, по сути, есть. То есть, у нас есть и в айфонах, и есть просто по фотографии, без сканирования именно 3D, как в айфоне или еще где-то. Вам надо поторопиться, потому что теперь у вас человек 100 конкурентов, которые уже побежали. Да, пожалуйста, типа, ребят, несложно уже. Так, жюри, вопросы. К сожалению, демки нет, у вас есть раздатка. Нет, да, демка есть. Демка – это как бы в виде раздатки, в виде видео нет. Раздатка есть, попробуйте скачать приложение под Android и кидайтесь друг в друга токенами. Окей? Это уже другая модель, да? Да, да, можно рассказать еще, как бы, какие у нас другие варианты, и один из вариантов – это как раз использование DEX, типа, и сам, ну, ты раздаешь еще. У меня есть идея, можно менять твои благословления на проклятие, ну, чтобы другие люди не понимают. То есть, если ты хороший, ты можешь другим подлядить, ну, это логично. То есть, баланс. И нужно просто ввести вопрос дела, потому что мы с тобой обсуждали какую-то тему. Изначально была идея, что если сделать приложение, в котором можно проклинать людей. Да! И, соответственно, ты можешь посмотреть. Против тебя нет. Ну, и вот. Но мы потом отказались, как бы, от этой идеи. Меня сегодня уволили с работы. Это проклятие, что ли? Да, например. Ну, то есть, ну, это такая не слишком социальная идея, поэтому мы вроде бы подумали, что я думал. Ну, не знаю, в нашей стране вполне по-моему социальной идее почему нет. Ладно. Спасибо огромное за презентацию. Попробуйте, потыкайте ребятам, потом передайте фидбэк. И мобильное приложение Waves обязательно скачали, потыкали и дали тоже фидбэк ребятам. Еще раз похлопали за мобильное приложение Atochi. Спасибо, ребят. Следующая наша команда – это Вишенка. Команда Витя – зовут Человека. В общем, идея очень простая. Всегда есть задача как-то собирать и принимать данные об окружающей среде, как, что, почему и так далее. И, к сожалению, различные компании, корпорации, государства, на самом деле, не очень заинтересованы в том, чтобы за это смотреть. Поэтому хотелось бы сделать какую-то, ну, очевидно, публичную открытую инфраструктуру, которая, ну, ни от кого не зависима. Да, соответственно, она должна быть какая-нибудь зависимая, безопасная, относительно масштабируемая, не очень дорогая и надежная. И, в общем-то, как раз публичная блокчейн отлично для этого подходит. С другой стороны, есть другая технология IoT, называется Nalora One. В общем-то, это промышленный протокол сбора данных, которые уже сертифицированы даже сети развернуты в достаточно большом количестве городов, особенно в Европе. И даже есть одна достаточно крупная корпорация, которая занимается популяризацией, внедрением вот этого вот протокола в России. По-моему, это уже в нескольких городах немного она запущена. Собственно, работает она очень просто, типа а-ля как Wi-Fi. То есть, тоже есть гейтвей, тоже есть ноды, есть какой-то бэк, который, в общем-то, это все собирает. Получается так, что вот эта вот часть, она по радиоканалу работает, то есть нужна какая-то инфраструктура. А дальше вот эта вот часть, после того, как она дошла до какого-то сетевого сервера, все, дальше отличный IP и так далее. Соответственно, в чем прелесть радиоканала, он простой, несертифицированный и так далее и тому подобное. А вот эти вот гейтвей и, собственно, конечные устройства, они стоят, ну, каких-то там совсем копеечных денег, поэтому ее, в принципе, можно облеглять достаточно быстро и просто. Ну, собственно, Wi-Fi почему? Потому что это как раз публичная стабильная администрая, потому что тут есть дата транзакции. Ну, собственно, куда можно все эти данные достаточно просто и удобно складывать. Например, если такую инфраструктуру поднять в Москве, да, ну, условно говоря, там, через каждые 5 километров, получается, что для того, чтобы хранить замеры с каждой точки, там, каждые 5 минут на 80 точек, то за день получается порядка 23 тысяч замеров и, фактически, вот такой вот крупный город, как Москва, в общем-то, в Бейвзе можно в течение дня хранить его за 23 тысячи. Ну, на публичном блокчиках, ну, что, в общем-то, односоединение. А для крупного города вообще ни о чем. Как выглядит функциональная архитектура? То есть есть вот эта вот часть, которая связана с инфраструктурой, то есть радиоканал. Есть простенький бэкэнд, который, в общем-то, из радио, из UDP формирует как раз транзакции и просто их кладет в публичную инфраструктуру. А потом уже на базе этой публичной инфраструктуры можно там пилить в BSI-рис. Как выглядит техническая архитектура? Ну, собственно, здесь все по шифровому каналу идет по UDP протоколу. По нему происходит регистрация, валидация, подготовка транзакций и последующее хранение. Дешифровка, она такая, со звездочкой. То есть ее фактически можно делать, а можно, в общем-то, в шифрованном виде класть в публичную инфраструктуру. И, ну, как бы, тот получатель, у которого есть ключ, который может это дешифровать, может это, ну, как бы, без дешифровки укладывать в инфраструктуру и уже изглечения вытягивать. Тестировалось это все на вот такой вот промышленной штуке. Но, по большому счету, так как этот протокол открытый, дешевый, сертифицированный и так далее, он, в общем-то, работает даже на самых дешевых, ардунинах и так далее. А можно, пожалуйста, видеоключить? У меня нет как такового скринкаста, у меня запись с телефона, в общем-то, записывалась вот там, вот в поле. То есть мы изгенерировали некий ключ, ну, по сути, некий вектор, который будет шифровать все наши сообщения. После этого мы этим ключом перешили вот эту вот железку, мы, кстати, у вас помнишь талейку. И все, после этого железка будет регистрироваться и посылать все сообщения вот уже в публичную сеть, подписанные вот этим вот подом на основании вот этого вектора. Собственно, после того, как, бла-бла-бла, мы подняли, собственно, вот этот ландгейт, который с одной стороны считывает UDP-пакеты, расшифровывает их вот это вот все, бла-бла-бла. А потом готовит банально транзакцию. Сейчас видео прервется, у меня тут телефон, бла-бла. И вот он начинается заново. Собственно, есть два варианта. Мы с помощью этой штуки и вот того ключа мы в самом начале, который вкручивали, устройство регистрируется в сети. То есть я нажимаю на кнопочку, получается вот этот вот гейт, он получил сообщение о том, можно ли мне зарегистрировать это устройство. И оно зарегистрировалось. И после этого мы уже можем слать, собственно, сообщение. Сообщение посылается о освещенности и о температуре вот рядом с этой вот железки. Соответственно, по радиоканалу сама железка находится в руках. В общем-то, вот этот гейт, он где-то здесь находится подключен к обычному энзермету. И вот 8 и 20, соответственно, 8 это показатель освещенности, 20 это температура. Соответственно, была подготовлена дата транзакции, подписана с помощью GS-библиотеки, которая, в общем-то, публичная. И после этого эта транзакция легла, в общем-то, в блокчейн практически сразу. Ну вот, то есть, вот, пока мы переключались, обновили, в общем-то, эта дата транзакция лежит в блокчейне. Причем, как в шифрованном виде, так и в шифрованном виде. То есть, и так, и так можно укладывать. Вот, ну и, соответственно... А, все, можно заканчивать. Заканчиваем. В общем-то, вся эта библиотека... А, ну, вот эта вся информация с разных лот, на которых тестировалось. То есть, их было несколько. Все они лежат в... Можно презентацию, пожалуйста. Все абсолютно публично. Back на ноде. Библиотека для LoraOne сети тоже публично лежит. Ну, собственно, библиотека для подписания транзакций на GS-е тоже публичная. Весь этот сервер, который сейчас запущен, он работает. Пожалуйста, если у вас есть LoraOne gateway, можете цепляться, пробовать. Ну, и публичный аккаунт, где можно посмотреть, как проходили транзакции. Все, спасибо. Вопрос сейчас, сейчас. Спасибо. Так, правильно я понимаю, что у нас могут быть какие-то из реального мира устройства, которые по радиоканалу передают вот этой железячке, которая здесь лежит, а она уже записывает непосредственно в блокчейн? Ну, да, она сначала их валидирует, может эта железячка вообще посылать или не может, как раз по вот этому ключу, и если может, да, тогда посылай. Ну, то есть как раз, чтобы не было всякого спама и вот этого всего. То есть, в принципе, можно, там, если любые данные из реального мира, просто с помощью этого протокола по... То есть, по радио передаем и записываем блокчейн? Да. Ты как раз реализовывал этот протокол, чтобы можно было принять, записать блокчейн на эти железячки. Ну, сам протокол я реализовал, это... Какая-то там европейская шарага реализовала, я, в общем-то, написал библиотеку, которая просто его реализует на железах. Ну, то есть как раз вот из радиоканала превращают в GDP, бла-бла-бла, и дальше. А скажи, железка, она меряет все-таки или она... Не, она реально меряет. Она, наверное, транслирует или меряет этот датчик? Она и меряет, и транслирует, собственно, там датчик, это же железная штука. То есть, по оболчанию, она умеет мерять освещенность и что-то... Да, да, да. А так, вообще, если ты вот этот вот передатчик прикрутишь к любому сенсору, там, не знаю, о качестве воздуха, о качестве воды, там, не знаю, о чем угодно, о содержании того-то-дого в воздухе, пожалуйста, пиши. А можно туда прикрутить GPS-датчик, чтобы он еще свою позицию записывал? А, да-да-да, извиняюсь. Собственно, гейтвы, да, отличаются чем вот от этих штук. Они все имеют, ну, собственно, GPS-фод. И видишь, с какого радиуса у тебя собираются эти данные. То есть, сам протокол уже в 6. А эта штука? А эта штука, ну, ты можешь не GPS-фод... Там нет GPS-фод? Нет, вот прям в этой нет, но вообще прикручивай писалайт. Еще вопросы? На самом деле... Если нету Wi-Fi, например, GPS-фод, можно... Да, пожалуйста, пожалуй. Нет, нет, если нет Wi-Fi, вот это там 5 минутах, ну, да, например. Ну, чувак уехал, потом у него пропал Wi-Fi, там, 4 живы, может быть, да? Спасибо. То есть, будет анагрегировать до тех пор, пока не появится все сейчас-то, да? Нет, ну, это не Wi-Fi, нет, она подает по радиоканалу. То есть, если она находит... Окей, если ты не в, ну, диапазоне, да, где у тебя работает, ну, собственно, гейт, да, который... Ну, собственно, он работает точно так же, как сотровая сеть. Просто эта штука гораздо дешевле, и она настроена именно на передачу маленьких секретных данных. То есть, в чем принципиальная разница? Когда у тебя любое мобильное устройство, тебе нужен широкий трек в общем смысле для того, чтобы передавать, там, видео, голос и так далее. А это именно LP-1, то есть, это Low Power, White Area Network. То есть, тебе от батареек эта штука работает, там, условно говоря, в год, где угодно, и шлет просто, там, на 10-15 километров. У меня еще вопрос. Как планируется это монетизировать? То есть, это будет больше за доступ, за предоставление к данным платы? Ну, просто такие планы на будущее. Либо это как решение под ключ для каких-то больших компаний, которые хотят... Для правительства Москвы, ну, например. На самом деле, что касается монетизации, абсолютно куча разных вариантов, начиная от того, что, ну, можно монетизировать саму инфраструктуру, с одной стороны, а с другой стороны, запросто можешь монетизировать, ну, в общем-то, те запиленные данные. Да, потому что, ну, то есть, по сути, ты получаешь достаточно достоверный источник информации, который ты можешь использовать, ну, не знаю, в смартах, например. Да, и, ну, прикручивай каракул и пользуйся. Трудно, спасибо. Все, спасибо большое, Вишенка. Сегодня у нас прям конкурс оригинальных названий сегодня у кого-то. Да, кто Кровосток, кто Вишенка. Так, и у нас крайняя команда во всех треках Харднода. Приглашаем на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Почти. Меня зовут Пётр. В общем, задача моя была простая. Мне нужно было упростить жизнь майнера. Потому что, ну, что такое майнер? Это человек, который есть машина, и который постепенно зарабатывает себе бейфсы. Но самое обидное, это то, что нужно сидеть постоянно перед компом и следить за всеми, там, транзакциями своей, сколько у тебя там бейфсов добавляется. Там, не знаю, можно, конечно, прикрутить телеграмму, но это все, там, геморройно и не особо интересно. Поэтому мы сделали такое небольшое устройство, которое коннектится к ноде и может, соответственно, отслеживать ряд параметров. То есть она коннектится к нужной ноде, а также можно задавать какой-то адрес, предположим, адрес майнера. И в мониторе различные там параметры, там, предположим, высоту блока текущую, отставание, смотреть, когда был, предположим, форк, смотреть, когда, предположим, сколько человек намайнил. И самое интересное, что она может детектировать, предположим, когда человек, ну, то есть блок намайнил человек, то есть приходит оповещение. Сейчас я вот включу, например. В общем, решение простое. Взяли ESPYS-ку. ESPYS-ку поднимает две сети. То есть одну из сетей она поднимает как точку доступа, а вторая коннектится к текущей. То есть к текущему интернету. По текущему интернету запрашивает данные, а точка доступа необходима для настройки. Настройка, отображение различных там параметров работы сети. Выводится это все на экран. По браузеру, соответственно, запрашивает SPYS-ку. То есть вот как это выглядит. Подключается к WAV-су через роутер. Вторая сеть раздает сеть в точку доступа, которая подключается уже через браузер. Там настраиваются. С помощью монитора, соответственно, прожает информация. И происходит звуковое помещение, когда майнер на майнер блок. Написано на C. Вот примерно как выглядит графический интерфейс. Ну, то есть такая основная информация, которую успели набросать. Это вот написано, предположим, каждые 10 блоков. Если, предположим, майнер на майнер, то отмечается как решетка. Если майнер не на майнер эти 10 блоков, то... Ну, то есть вообще не на майнер блоков, которые он на майнер. То отображается как точка. Вот. Вот как выглядело. Включение. Отображение основной информации. То есть версия там ноды. Может быть еще куча информации. Единственное, что там не удалось, некоторые вещи сделаны. Хотели сделать погенацию. То есть, когда нужно под кнопки переключать между различными слайдами. И они сделали там глубину форка. То есть мы форк detect сможем, а вот глубину пока не хватит. Ну и все. Это железка. То есть у меня, например, есть нода. Она где-то у меня там в волкбеке бежит. Там капают какие-то вейвсы. Я могу эту железку натравить на мою ноду. Сказать, слушай, следи за моей нодой. Я хочу знать, когда она последний блок. Был, когда я последний смайнер. Когда я высота блокчейна. Я это все буду видеть. Правильно? Да, она превещает, предположим, когда высота больше 5, предположим, от другой сети. Причем в другую сеть можно указать либо эталонные ноды, либо, предположим, бланкировщик. А, то есть я могу сказать, что есть публичные ноды в ASOS. Да, да. Вот сравнивая свою высоту с ними, и есть ли разница больше, чем 5 блоков, еще у меня что-то символизирует. А поищение, да. Длинное такое. То есть, если форк больше, чем 5 блоков, то... Нет, когда разница, предположим, больше, чем 5, то это одно поищение. А если форк, это совсем другое. При форке, может быть, высота одинаковая, а предположим... Блоки разные. Сигналы, да, разные. Вопросы? Жюри? Огонь вообще! Какая может быть лучшая характеристика? Огонь вообще! Спасибо большое!